Что же говорить? А, я включён? Нет? Да. Мы сейчас затронем в последнюю современную уже историю последних ста с лишним лет мессианского развития, истории мессианского движения и церкви. Мы понимаем, что за последние сто с лишним лет изменения пришли очень быстро. Мы как бы уже говорили на перемене, да, что прошёл какой-то цикл, как Рав Шаул говорит о том, чтобы в них возбудить ревность, да, в евреях. Поэтому были прилеплены неевреи к общему корню, чтобы они не гордились. Я верю, что то, что мы прошли, до какого-то момента церковь пришла к понятию, что они уже не хотят быть общником этого корня и отделились от иудаизма как такового. И пришли к пику своему, где они не могли состоять как церковь. Это стала организация вместо организма. Они позволили распутству, хажинству, воровству и всех остальных грехов проявиться в полноте внутри церкви, где начались перемены и изменения. Поэтому эти страдания, которые пережили люди в Европе и вообще, будем говорить так, в Азии, они привели к расколам, движениям. И все же во всех вещах, чаще всего, всех преступлениях обвиняли евреев. Это кровавые наметы, кровавые движники, относительно Песоха, других вещей, обвиняя евреев в многих преступлениях. Хотя и в свое время были опровергнуты эти суеверия. Я бы хотел немножко говорить о мессианском движении. Многие из вас могут посмотреть на историю. История мессианского движения, которая началась с одного молодого человека по имени Леон Розенберг. Леон Розенберг был польским евреем. Леон Лазаревич. Есть много разных историй о нем, но я вам почитаю одну из них. Вы удивитесь. Леон Розенберг Лазаревич. Женат на Франческе Телефранев Вайман. Отец Евгении Львовны Абрамович. Уроженцы Розенберг. Он закончил в Гамбурге в 1899 году. И потом он приехал в Школу. Это уже будучи уверовавших в Вишуа Мессию. И потом он приехал в Одессу. В Одессу. Если хотите узнать больше историй о Леоне Розенберге, вы прочитаете книгу «Жизнь только одна», которая будет доступна многим из вас буквально через две недели. Я вам советую почитать. Но самое интересное, что этот молодой юноша, учась в религиозной школе, которому попала в руки опять запретная книга, мы называем запретной книгой, это Евангелие, остался равнодушный к ней до какого-то времени. И когда узнали, что он имел эту книгу, конечно, был целый переполох в Ешиве, где он учился. Через время, когда он поехал учиться в Германию, он отошел от веры совсем, от еврейской веры, не от христианской веры или как там, мессианской веры, а от религиозной деятельности. Он стал мгновенным светским евреем, и через время только он опять встретился с такими же евреями, как встретился Бенович, которые верили в Ешуа как мессию. Тогда он стал задавать вопросы, и через время он уверовал, и после его веры через время уверовала и его жена. Закончив семинарию, имея несколько детей, у них была трагедия, умер младший сын, единственный сын, он приходилось его похоронить по границе. И в 1903 году, 10 октября, его ноги вступили на Одесскую платформу, с этого момента начинается история пробуждения среди евреев на территории царской России. Мы помним, да, что Рабинович сделал попытки эти, и они были успешны. Это послужило поводом для многих евреев делать выбор в сторону веры в Ешуа Мессии. Мы понимаем, что Царская Россия и управление в Царской России привилегию давало православной церкви. Православная церковь, в свою очередь, давала привилегии для евреев, которые обращались в христианство. То есть не в протестантское христианство, но в православное христианство. Они имели право обучения, они имели право высшего образования, и поэтому многие евреи в то время уже были профессорами, докторами, но они были православными. Леон Розенберг приезжает с миссией Младмей для распространения Евангелия и открывает с Хаймом Гурландом маленький книжный магазин здесь, в Одессе. Хайм Гурланд. Хайм Гурланд. В это время Хайм Гурланд был пожилой человек, который был служитель, он еврей был, но служил он в церкви, и в свое же время он служил своему народу, евреям, и организовал маленькую-маленькую группу здесь. Она была такая домашняя группа. Леон Розенберг приезжает с амбициями, и они открывают книжный магазин. На улице какой? Нет, не на еврейской. Они расположились на Кузнечной 26 и 23 фактически. На Кузнечной 23. Нет, я вам скажу почему. На Кузнечной 23. Это угол, нет, там, нет, ближе. Это Спиридоновская, 23. Спиридоновская, 7-й. Спиридоновская, 7-й был магазин. Вот оттуда началось движение. Однажды старый еврей, проходя мимо, заглянул на витрине, была Библия открытая, Новый Завет, на Идрише, и там история была о Затхее, которая заканчивалась, история, на следующей странице. Он хотел, чтобы перевернули страницу, а чтобы повернуть страницу, нужно было зайти вовнутрь, попросить. И мы сказали, что это будет завтра. И таким образом ему дали Новый Завет, и началось такое вот интересное построение Евангелия. По разным источникам история говорит о том, что мессианская община, именно они назвали христиан первая одесская, еврейская, христианская церковь. Позже им запретили слово церковь употреблять, потому что только одна была церковь, православная, была перечеркнута. Они не относились ни к одной динаминации, то есть как бы приверженцем не были там. В то время уже баптистская община была, дутеранская община, менонитская община. Они сразу же, также в этом же году, они считали образованием, потому что в 1913 году община отметила десятилетие. Они считали днем открытия общины со дня открытия магазина. Будем говорить так. Да, но разрешение на открытие магазина Хайм Гурланд получил 22 сентября. Услышите внимание. Разрешение на открытие магазина или же склада библейских книг он получил 22 сентября. А 10 октября приехал уже Леон Розенберг. И фактически с силами Леона Розенберга началось. И я вам скажу такое. Удивление в том, что если проследите по еврейскому календарю, Хайм Гурланд получил разрешение 22 сентября. Это был первый день. Это был день Рошашана. На Рошашана в том году. 22 сентября. На еврейский. Это не Новый год. Хотя люди говорят, Новый год это праздник труб, трубление. Это о грядущих переменах, которые говорит. Очень важно. Потом были погромы. Община подвергалась очень сильным давлением. Нет, позже, после регистрации. Возьмите книгу, прочитайте ее там больше. Я не буду говорить много. Вы почитайте книгу. Жизнь только одна называется книга. И по разным источникам или же по числам. Одни говорят, что община насчитывалась около 150 человек. Другой источник говорит, что община доходила до 250 человек. Но когда пришел красный террор, это после революции 1917 года, некоторые источники говорят, что община доходила до 300 человек. Но в это время это уже была другая история. В 1921 году Леон Розенберг был арестован, потом был приговорен к смертной казни, но Красный Крест смог его обменять на очень важных шпионов для советской власти. И таким образом Леон Розенберг покинул Одессу. В 1921 году Сама община просуществовала до по разным сведениям у нас есть один 1930 год, а другой у нас источник есть мы брали в архиве в 1931 году. Было полностью письмо от в 1930 году было послано письмо, в 1931 году было дело решение о том, чтобы конфисковать или принять баланс общины, имущество и все остальное они передавали и фактически община она потерялась. Но, слушайте внимательно, разница между движением, которое начал Рабинович и разница между Леоном Розенбергом была очень большая. Например, к десятилетию общины в 1913 году уже были сведения о том, что начались другие мессианские общины в разных городах Российской империи. о Леоне Розенберге знали даже в Санкт-Петербурге. Такой был граф Панин, который Палин, Палин, который очень хорошо знал его и любил еврейский народ очень сильно, который был ходатаем за него, когда его первый раз арестовали, послали в Сибирь, потому что знали его контакт с Германией при Первой мировой войне. Это было очень интересно, потому что в это время уже в нынешнем Днепропетровске, тогда был Екатеринбург, Днепропетровске, как он назывался? Экертинослав, извините, пожалуйста. Это уже была мессианская община. В Киеве была мессианская община, в Санкт-Петербурге была мессианская община. Примерно, да. Палин, да, он был сенатором. И даже есть свидетельства некоторые в разных источниках, что миссионеры от него достигали Зауралия, Новосибирска. Это от Одесской общины, от Одесской общины были миссионеры. Плюс у них был детский дом, плюс у них была швейка, у них было швейный цех, плюс у них было такая кафе для бедных, потому что была чайная после Первой мировой войны было очень много беженцев и так далее. У них была школа своя, у них было свое здание. Мы не знаем на каком месте, потому что эти документы исчерпаны. Мы только знаем, мы видели, есть у нас фотографии, что он находится в здании общины. Мы знаем только, где они собирались поначалу, поначалу, где была регистрация, а где она закончилась община, это была Кузнечная 6, это напротив университета связи. И фактически после того, как он был выслан, он уехал в Германию с семьей, но дочь его старшая осталась с зятем возглавлять общину и работая здесь. В Польше они организовали приют для детей еврейских, миссия Бет-Эль, это Вифиль, мы называли, да, и он участвовал в организации такой, как Свет на Востоке, слышали, да, такое, распространение Библии, до сих пор эта организация существует. И в Бугай при оккупации Польшей немцами он уехал в Соединенных Штатах, где при детском доме оставил тоже еще одну дочь вместе с зятем и я не помню точно какое время и весь детский дом был забран в концлагерь полностью в детский дом и сожжен вместе с его дочерью и с зятем и вот такая история интересная. Единственная дочь осталась с ними в Америке, она тоже вышла замуж и Вера Кушнир знаменитая христианская поэтесса это внучка Леона Розенберга. Я смотрю в камеру и делаю вид что я этого не слышал. Они были всегда в баптистском братстве и это до самого детства все единственное что она очень была серьезна ты путаешь другую Елену это Вера Кушнир единственная негативная позиция потом это непринятие мессианского видения о том что дедушка оставался преемником позиции очень простой еврейская община имеет право на свое дефекционное такое выражение что они евреи они не сливаются ни с такими общинами либо динаминацией они имеют право на свое отождествление свое самовыражение именно в еврейском ключе это всегда Леон Розенберг подтверждал Леон Розенберг в еврейском в еврейском и имел очень большой успех и до сих пор имеет влияние миссии бетель которая возглавлял Леон Розенберг повлияло на мессианское движение всего мира и всегда и везде он вспоминал свой опыт Одессы и он употреблял его как правило в служении так и назывался Вифиль в Израиле назывался Вифиль сегодня многие здания и которые принадлежали этой миссии они принадлежат Баптистскому союзу потому что оно перешло к детям а потом к внукам как бы конечно же и в свою очередь они передали это все управление Баптистской ассоциации и было это право такое и будем говорить так современное мессианское мессианское движение будем говорить обязано будем говорить обязано Леону Розенбергу но но не только примерно в 60-е года когда было сильное пробуждение в Соединенных Штатах так называлось Jesus movement кто-то переживал это когда хиппи которое движение хиппи в среде молодежи переживало обращение то есть духовное возрождение среди многих и многих хиппи были евреи пацифисты они были в основном против войны во Вьетнаме и так далее это было движение которое движение любви поиска духовности и все остальное в Калифорнии собирались сотни тысяч молодежи на горах они искали этот духовный голос и так далее и так далее и так далее большинство среди молодежи были евреи евреи и среди этой этой молодежи были люди которые углы так которых я знаю до сих пор пережили сверхъестественное пробуждение и они как бы позже начали мессианские общины в Израиле в Израиле мессианское движение начинается тоже в 60-х годах это примерно даже в 50-х годах после того как возвращается Израиль в свою землю после возвращения после восстановления Израиля когда узнал христианский мир особо протестантский мир что в 48-м году образовался образовалось государство Израиль это было нечто особенное радость которая переживалась это было великолепно потому что все ожидали после этого возвращения мессии но мы знаем что писание говорит о том что весь Израиль спасется то есть мы ждем о том что весь Израиль спасен еще раз я повторю о тех люди которые переезжали в Израиль еще раньше во время войны до войны извините до войны в Болгарск в Софии был раввин раввин в артодоксальной общине Давид Сион Давид Сион Данил ну Давид он был главным раввином Болгарии и до войны он вел общину очень традиционных рамках очень традиционных рамках я не буду углубляться в детали вы можете всегда то есть тоже историю узнать на нашем сайте но в один момент ему во время молитвы утрешней молитвы шахарит ему явился образ сияние человек он перепугался он понимал внутренне что это мессия ишуа он пошел к православному архиепископу тоже Болгарии и с ним начал делиться о том что происходит конечно же он понимает что это мессия он не знал что делать с этим и слава богу за мудрых христиан которые сказали чтобы он оставался там где он находится и не переходил в христианство так таковое до конца своей жизни он оставался верующим мессианским раби в свою очередь он начал преподавать в общине некоторые отрывки Евангелия но вел общину традиционной ортодоксальной литургии еще раз это то что происходит во время войны когда немцы вошли в Болгарию Данил Цион он смог повлиять на сохранение всей почти всей еврейской диаспоры через православных христиан патриарх Болгарии который ходатайся перед королем и король стал в защиту евреев и таким образом была спасена еврейская диаспора они выехали в Израиль все почти все несколько там осталось все выехали поселились тоже все вместе Данил Цион был приглашен в высший раввинистический суд да но его выбрали даже не председателем выбирали даже председателем суда но когда донесли не донесли сначала на него что он проповедует Христа распятого то есть мессию его вызвали на допрос он сказал что он так верующий и ему попросили отказаться от мессии либо от поста и он заявил что от моего спасителя никогда не откажусь и даже он сделал песню которая до сегодняшнего дня поется когда он умер яфа да он в яфе умер и весь все яфа провожала его он умер в бедноте он оказался от всех почестей зарплаты которая давалась вот я готов страдать ради своего мессии и его похоронили как праведника и вот такая история я почему говорю об этом в 60-е года начинается тоже пробуждение среди евреев уже местных в Израиле несколько несколько групп начинаются в Вирусалиме одна из таких групп возглавляемы моим хорошим другом Йосифом Шуломом Йосиф Шулом он был болгарским евреем когда ему было два годика времена исхода из Болгарии его привезли в Эрис Израиль его отец был советником Бергулиона и в свое время он уверовал сегодня он несет это служение в ортодоксальном районе Иерусалима в ортодоксальной литургии как и побивали камнями и зажигали зажигали синагогу Денина или здания но он один из таких серьезных теологов хотя и очень сильно противоречащий некоторым христианским догман очень активный в его общину ходит Давид Стерн который написал еврейский новый завет еще много таких ученых людей и очень интересно с ним общаться я скажу так что я я рад что он я его знаю конечно же его отношение к тому что община должна быть более синагогальная нежели протестантская как бы сказать харизматическая это его позиция поэтому придете в его общину вы попадаете полностью в синагогу без музыки без танцев без ничего седур есть они пользуются седуром читают тору нараспев и как бы так вот очень строгом таком состоянии община небольшая человек до 100 может быть ну да они там есть и стычки были и все и тогда когда Давида Стерна сын они сделали там устины плача делали бармицу все там вся община пришла мужчины там и проходили Дэвид Стерн отдел кипа на которой было написано Ишуа спаситель и там развязалась потасовка прямо у стены вызывали вызывали наряд полиции вот такие моменты следующий есть еще несколько было таких общин которые до сегодняшнего дня тоже работают это община братьев Бергер Бергеры они собираются уже в старом городе в одной из церквей тоже община она более протестантско свободно но не харизматическое такая вот более умеренно в стиле методистско-баптистском таком спокойном знаете такие вот не харизматическом в церкви Христа которая у Явских ворот очень много иммигрантов там и братья Бергеры они были они никогда не были женаты они такие вот девственники это они держатся позиции очень здравые и их знают Бог говорит так много много алии было в Израиль а это Айтан Шишков который из Америки который и Даниэл Даниэль кто написал книгу нет Джастер который тоже в Израиле и много много других но мы поют не в этом моя точка в том что Израиль на сегодняшний день насчитывает очень много верующих людей некоторые некоторые говорят некоторые говорят статистика до 20 тысяч верующих евреев мессии до 20 тысяч некоторые как бы меньше но мы включаем сюда евреев которые разношерстные от Иосифа Шулова который держится ортодоксально на гагальной позиции и литургии до ультра харизматических и баптистских и пятидесятских общин и церквей некоторые называют себя мессианских мессианские общины попадают под очень тяжелое бремя погонений со стороны ортодоксов церкви которых еврейские церкви иммигрант иммигрантов меньше попадают под эти давления от ортодоксов но в любом случае мое понимание такое что Израиль не усматривает того что при всей этой аллее которая произошла в течение конце 90-х годов привело к тому что много евреев которые уверовали здесь вишуа мессию из Америки из Аргентины из Франции приехали туда на обетованную землю с одной целью как вы думаете какая это цель проповедь Евангелия своему народу и сегодня в Израиле очень много общин евритоговорящих сабры которые родились в Израиле верующие вишуа и сегодня хотя может быть 10 лет назад это было жалом воплоти иудеев или Израиля сегодня к этому движению относятся более толерантно и нисходительно потому что они служат в армии они исполняют еврейские законы они часть Израиля и это удивительно молодежь уже несколько поколений несколько поколений верующие они свидетелями в армии становятся на улицах и мессианское видение оно возвращается к Израилю опять так же само это мессианское видение возвращение евреев будучи церковников возвращение обратно к еврейству как и в Америке так и в Аргентине и Бразилии особенно в Бразилии среди изданных Маранос помните мы говорили Маранос которые остались христианами католиками и были изнаны из Испании они возвращаются к своим корням потому что понимают что это важно в последнее время это очень вещь интересная хочу вам прочитать нечто история история тоже современной истории православной церкви здесь мы не секрет что среди всего времени много евреев были обращены в православие то есть они самостоятельно один из таких примеров это у нас есть Александр Мень кто знает Александр Мень его родители были евреями что мама что папа его отец ходил в ортодоксальной школу еврейскую ортодоксальную школу мама конечно же была окрещена уже позже вместе со своим сыном в православной церкви он остался одними из самых таких серьезных влиятельных людей православия я считаю это не иначе здесь у меня есть небольшое интервью которое было сделано примерно где-то не знаю до его смерти вопрос такой это 1975 год 75 чем вы видите причину усиления в последнее время притока евреев преимущественно интеллигентов в русскую православную церковь задаются ему вопросы ответ я не располагаю статистикой в этом отношении да и вряд ли она вообще существует причина же обращения для меня ясна это поиск высших духовных ценностей надо заметить что движение к вере интеллигенции россии вообще началась давно еще до революции среди тех кто внес свой вклад в религиозный ренессанс нашего века были несколько евреев философ франк но это не тот франк который критик гершинсон фамилия известна да мы же говорили об этом об этой личности да гершинсон литературовед и деятель фундаминский и другие он причисляет людей которые уже были верующие то есть они были верили в мессию дальше какие трудности испытывают новообращенные евреи в русской православной церкви ответ может иметь значение недостаток связи с русской национальной культурой одни трудности у евреев это с православием это недостаток культуры знания культуры вообще как бы таковой о которой произведены традиции православия хотя многие крещеные евреи в том числе и я сам высоко ценят духовное сокровище русской культуры и он перечисляет опять же евреев которые были в русско-православной церкви испытывали ли вы на себе то есть антисемитизм пожалуй нет за четверть века служения церкви в том числе 17 лет в духовном сане я его непосредственно не испытывал хотя мне известно что некоторые из моих собратьев не свободны от антисемитских настроений понятно есть моменты такие православной церкви и даже со стороны же прихожан которые всегда знали о моем еврейском происхождении я до сих пор встречаю доброе отношение и даже любовь вопрос как вы относитесь к культу российских православных святых гавриила евстратия якобы мученных от жидов такой вопрос не являлись ли это одним из препятствий для пребывания евреев христиан в лоне русской церкви ответ ни одной официально поставленной православной церкви не поддерживается ритуальных наветов на евреев на процессе Белеса выдающиеся православные богословы троицкие и другие решительно опровергли эти измышления я надеюсь что эти святые будут деконозированы то есть те кто были убиты евреями за пасху вопрос не могут ли служить такие препятствия резким выпадом против евреев которые есть в христианском богослужении эти тексты есть пережиток средневековых нравов католических их же уже изъяли то есть в католицизме эти вот моменты изъяли надеюсь что когда-то придет время для пересмотра православных богослужений и текстов относительно евреев некоторая часть евреев христиан не желая открыться открываться открываться от иудейских корней отрываться извините поддерживает совмещать христианство христианские таинства с иудейской литургией суббота древнееврейские пасхи другие если это двоеверие не приводит ли это к противоречию нарушающему религиозную ценность личности ответ в чем же тут противоречие каждый христианский народ кроме религиозных праздников имеет и освященные церковью национальные праздники например связанные с воспоминанием о чудесном освобождении от вражеских нашествий почему бы и евреям христианам не отмечать праздники скажем так победы маковеев ханаку он говорит что это практически мы и так все равно празднуем ну короче он отвечает на то что евреям христианам не помешает и празднуют свои личные праздники и это не противоречит их нему убеждению почему я поднял этот вопрос потому что есть убеждение что если еврей принял ишуа мессию своим личным спасителем сразу должно быть обращение в церковное как к церковникам я думаю что Леон Розенберг он оставил для нас позицию что мессианская община должна быть частью христианского мира частью братской любви но иметь свое проявление свое лицо которое направлено ко спасению людей а в первую очередь евреев и потом всех мастерли как это было сказано ишуа мессией чтобы это евангелие должно быть проповедано в Иерусалиме самарии иудеи и до всех концов земли да эта часть она принадлежит нам я на этом заканчиваю если есть вопросы да с Иосифом Шуловым да но они не делают это публично у Иосифа Шуловым воскресенье тоже есть собрание служение но это разбор слова они полностью садятся за стол длинный открывают библии и вопрос как свидетельствовать евреям и пошла тема разбора так то есть в субботу да в субботу в субботу четко идет позиция самой литургической службы да как бы так а воскресенье идет служение разбора слова и мне так понравилось честно это конечно сложно вы должны понять что повернуть например харизматическое иудейское как бы как нашу общину в сторону более ортодоксального служения чтобы это было синагогой очень и очень очень сложно потому что сразу сразу идет вопрос вы хотите нас поставить под закон нет не хотим подставить под закон не хотим но в сущности очень интересная тема давайте возьмем я уже говорил однажды такие вещи например меня спросили братья баптисты типа ну зачем мессианская община мы знаем что вы хотите там евреев или неевреев под закон поставить и зачем закон нужен там мы же свободны от закона я задал простой вопрос как вы мне истолкуете одно из заповедей которое написано в танахе не прелюбодействуй как истолковать это слово ну как вот так и настал не нет ну там написано не прелюбодействуй как защитить народ от этого действия и конечно уже начинает говорить но мы там как бы учим чтобы девушки скромно себя вели чтобы они как бы ну не привлекали внимания братья себя скромно вели все я говорю а так у вас закон он говорит подожди секунду я говорю вы услышите танах очень просто дает позицию не прелюбодействуй но дает право каждой каждой общине каждой общине решить правила своего его поведение дает право например африканцы да это у них одна позиция у них там жарко или например в бразилии мы когда попали в бразилии на мессианскую общину я думал попал на какой-то подиум знаете я прикрывал свое лицо от стыда потому что у них нормально это норма они же такие все пышные и все остальное чтобы прийти на службу то ли это в церковь то ли это община в довольно ну сказать в длинных платьях в длинных платьях но такое чтобы все строчки были видны на тебе понимаете да в облегающем настолько были в шоке если бы такая девушка зашла бы к нам в собрание у нас бы наверное точно побили ее камнями но это норма как бы нормально никто не обращает внимания что это культура например лица очень долго и это вот так оно различается поэтому когда мы начнем говорить например о внутреннем положении общины мессианская община это вообще как бы разношерстная вы найдете от ультра ортодоксального положения верующего мессии когда я пришел со своими детьми он был еще маленький как мне на руках в мессианскую общину которая составляла из 10 человек и мы 3 часа литургии 3 часа литургии это было мы не могли ни сесть ни встать как бы стоя дети плачут они нам говорят дети должны так быть и амеда была молитва и поклоны и так далее и верили вешу полностью ортодоксальный образ жизни дом такого харизматического поведения что в шортах на молитве свободно без скипа без ничего в евреях которые за свободно некоторые евреи на все плюют идут в церковь просто без всякого мой тесть Михаил Давидович когда коснулось темы еврейства он говорит а что она мне даст я знаю что во Христе это новая тварь что он мне еврейство даст ничего себе да мы до сих пор разговариваем нормально то есть как бы да да моменты это новая тварь это новая тварь это новая тварь от упомя особя